Здравствуйте! Так какая каша самая полезная на свете? И ответ очевиден, пшеная. Почему? Сейчас вы это узнаете. Слушайте внимательно. Пшено это зерна проса. Очищенное зерно проса есть пшено. Или, как ее называли ранее на Руси, золотая крупка. Причем в прямом и переносном смысле. В Древней Руси ее возделывали и ели испокон века. По археологическим раскопкам, на сегодняшний день, а на самом деле, конечно, еще старше, официально установлено, что еще 5000 лет назад, 3000 до нашей эры, ее возделывали не только в Китае, но и именно на севере, откуда она и родом. Как, например, и глазерный овес. Кстати, сделать мне видео про эту уникальную культуру, глазерный овес, напишите мне под этим видео в комментарии, стоит или нет. Можно сказать, что пшено это БАТ. Биологически активная добавка. Почему? Очень много на то причин. И витамин В1 там есть в больших количествах. Некоторые блогеры, врачи рекомендуют отдельно принимать В1 по совершенно объективным причинам. Так вот, он дает и силы, и улучшает память. На данный момент многие мировые производители дорогих пробиотических напитков добавляют экстракты пшена в эти напитки. Пшено есть часть разумного спортивного питания. Как правильно готовить и есть пшено, я в конце этого видео расскажу. Внимание, пшено это единственный продукт, который выводит из организма антибиотики. Было на то исследование. Более того, пшено еще и выводит излишки воды из организма, тем самым снимая отеки. Помогая другим мерам, с этим лучше справиться. Состав пшена уникален. Там по минералам и медь, которую люди так ищут, где же в каких продуктах она есть. И марганец, и железо, и йод, кстати. И фосфор, и кремний. Ну а эта комбинация улучшает и кожу, и увеличивает крепость зубов и всех костей. Кстати, улучшает гормональный фон и уменьшает негативные последствия после менопаузы. Полезно пшено и для почек, и для печени. Еще очень важный момент, прямо акцент. У пшена очень низкий гликемический индекс, и оно не вызывает инсулинорезистентность и не поддерживает ее. То есть пшено можно потреблять даже на кетопитании, ну если немного. Кстати, там нет лектинов. Ну того же глютена, напоминаю, глютен один из белков лектинов. Все белки лектины вызывают воспаление. Пшено полезно для кишечника, в ней много и грубых волокон. Оно насыщает буквально на полдня. Кстати, пшено содержит резистентные крахмалы, а не обычные. Об этом у меня было видео, ссылку оставлю в описании, это очень важная тема. Кстати, в пшене есть такая незаменимая аминокислота, как триптофан, которая совместно с аргинином усиливает естественным путем выработку гормона роста, то есть гормона молодости, и не только до 25 лет, но и позже. Ну а такие аминокислоты, как лизин и пролин, находящиеся в пшене, синтезируют коллаген, ну который нужен и для кожи, и для связок. Снижает пшено и вредный холестерин. Выводит желчь, в нем много антиоксидантов, оно уменьшает развитие морщин, в нем 12% белка. Кто-то скажет, но пшено же и вредно, потому что в нем есть фитиновая кислота и гайтрогены, вредные для щитовидки. Все верно, но их очень легко вывести. И на Руси это прекрасно знали. Надо просто пшено хорошо промыть, несколько раз залить водой, поставить, замачиваться на ночь, часов на 12. Делать это надо дважды, я имею ввиду замачивать, промывать. Постоять несколько часов, промыли, ну или если лень на ночь, замочили, утром промыли, еще раз закинули в ту же емкость, налили еще раз воду и буквально там полчасика, все, и можете готовить. Но вот какое пшено покупать? Что только по названию, любое? Нет, можно конечно любое, какое угодно. Но если вам дорого ваше здоровье, если вы понимаете, что лучше, даже меньше, но лучше, то покупаете только биоорганическое, а не химическое. Помните, что любая крупа, любой злак и псевдозлак впитывают из почвы воздуха и воды, которые поливают поля, все то, чем поливают, опрыскивают и так далее. Вы это понимаете? Запомните, все, что продается в магазинах, агрохолдингами, выращенное. Есть страшная химия. Посмотрите в этой связи мое вот последнее видео про химию в еде. Она называется «Все ли продукты с химией? Как быть?» А выбор-то есть. Три варианта и пять типов людей по своему выбору. А кто вы из этих пяти типов людей? Очень полезное аналитическое видео. Ссылку на него я оставлю. И то пшено полезное, помимо экологичности, безопасности, то, где есть больше всего питательных веществ, где на земле, на которой выращено пшено, ведется правильный севооборот на полях, на земле, которая находится далеко от любых дорог и промышленных предприятий. И разумеется, поскольку одно из направлений моих – это аграрное дело, мы продаем именно такое пшено. Вот где можно его купить. Это мой новый сайт по био, подчеркиваю, сертификатами био-зерно, злаки, псевдозлаки и мука, полученной на каменных жерновах из био-зерна. Так вот, в том числе пшено, ну и много чего другого, вот на этом сайте. Ссылку на этот сайт, конкретно на пшено, я оставлю вам в описании под этим видео. И, кстати, посмотрите вот это видео про данное мое новое направление по злакам, псевдозлакам, крупам, муке. Что это за зерно? Как хранится? Откуда вам поставляется? Важно брать, разумеется, желтое янтарное пшено. А ведь оно бывает и других цветов. Нет-нет. Готовить пшено лучше в чугунке, в русской печи, в чугунном, ну, либо в глиняном. Можно и в кастрюре, конечно, в скороварке, в пароварке, в духовке. Главное правильно рассчитать количество воды. Но после замачивания, оно и так набухшее, и воды требуется не так много. Примерно на стакан изначально сухого пшена около полутора стакана воды. И ничего не надо добавлять в момент приготовления, ничего, ни масла. Ведь оно любое окисляется, помните? Ни молока, тем более. Ну, а от силы огня и температуры приготовления варить надо примерно плюс-минус 20 минут. Если зерно уже набухшее, быстро будет. Никакого молока на воде. И можно есть, ну, кому подсоленную немножко кашу, кому так вкусно, а кому-то с чайной ложечкой меда. Потом можно съесть в прикуску. Лучше всего мед брать, конечно, не по названию, опять-таки же, что это мед, а мед бортевой, перезимовавший в ульях или из колод. То есть, мед от диких пчел. У нас есть такой мед? Ссылку я тоже оставлю, посмотрите. И, кстати, вот это видео про мед, вред и польза меда, обязательно посмотрите, вы должны это знать. Мед нельзя нагревать, помните? Поэтому ешьте как бы в прикуску ложку каши и чуть-чуть с кончика чайной ложки меда. Так и вкуснее, кстати. Ешьте меда немного в день. Помните про вред любых сахаров, даже натуральной глюкозы и фруктозы из меда и фруктов? Чем меньше, тем лучше. Более чем достаточно на приличную тарелку каши одну чайную ложку меда, ну, полторы ложки. Отучайте себя от сладкого для сохранения и улучшения своего здоровья и посмотрите хотя бы на эту тему одно моё видео, которое называется «Инсулино-резистентность». Итак, купить и получить эту крупу и другие крупы и злаки очень просто. Зайдите на наш сайт, делайте, оформляйте заказ, и мы вам отправим в любой город России и любую страну мира. Что ещё я вам рекомендую? Обязательно посмотрите два моих плейлиста «По лечебным грибам и по лечебным травам». Оставлю ссылки в описании. Вот ещё один интересный факт. Есть так называемая «королевская каша». Это половина пшена и половина риса супер-басмати. Кстати, он тоже содержит только резистентные крахмалы. В чём суть? Ещё раз, посмотрите непременно моё видео про резистентные крахмалы. Ссылку оставлю в описании. Рис этот настоящий, из Пакистана, без химии. Вы можете также купить у меня, но уже на моём главном сайте. Надгард.ру, вот на этом. Ссылку на этот рис я оставлю вам также. В эту кашу можно добавить также куркуму. Это будет двойная польза. И обязательно посмотрите моё видео про настоящую, качественную куркуму. Она не из Индии, а только из одной провинции Камбоджи. Почему? В видео увидите. А ссылку на товар я также оставлю под этим видео. Кому будет интересно, подпишитесь на мой канал по продуктам. Там я буду делать специальные выпуски, которые не выйдут на моём главном канале, который вы сейчас смотрите. Вообще, знаете, если уж и есть какие-то каши из злаков и псевдозлаков, то по-хорошему только пшёную, достаточно более чем. Ну а из бобовых культур самое полезное, что только существует, это чёрная чечевица. Она мельче втрое по размерам, чем красная и зелёная, привычные вам. Но не соизмеримо ценей по составу. Это просто кладезь и белков, и витаминов. Если захотите, я сделаю и о ней видео. Напишите об этом, стоит или нет. Ну а купить эту чёрную чечевицу, биоорганическую, вы также можете у меня на моём новом сайте по злакам, семенам, крупам и муке. Обязательно поделитесь ссылкой на данное моё видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это моё видео поможет. И вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, всё то, о чём я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте надгард.ру. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платёжные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.